Кубань Реставратор живописи Проходит персональная выставка Евгения Казицына под названием «Безотносительно». В экспозицию вошли графические и живописные работы. Форматы и сюжетное наполнение картин транслируют правду жизни. Мир не этюдный, а созданный. Работы получились родственные. Одна вытекает из другой, делая выставку понятной для восприятия с первых минут. Я хотел этой выставкой абсолютно не нагрузить зрителя. Передать какую-то свою легкость, свое отношение к плоскости, свое отношение к зрителю. Не перегрузив ни одной работой эту саму выставку. В Краевой столице отпраздновали 90-летие Дворца культуры железнодорожников. Подробности у моих гостей заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Виктория Грузда и ведущего Максима Сорокина. Здравствуйте, ребята. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо большое. Рассказывайте, как все было, кто принимал участие, вообще как все это готовилось? Да, колоссальная подготовка, конечно же. Репетиции, волнение, ночи не спали, готовились ответственные мероприятия. Ну и прошло все, по-моему, великолепно. Да, прошло все, на наш взгляд, на высшем уровне, благодаря нашему замечательному коллективу Дворца культуры и, конечно же, нашим коллективам творческим. Да, они очень талантливые ребята и у нас занимается 25 коллективов разнообразных и... Разножанровых. Разножанровых. И танцоры, и гимнасты, и физические упражнения различные они подготовили и показали. И также боевые искусства очень много и, на самом деле, более 1300 участников занимается. Давайте вот фрагмент вчерашнего вечера посмотрим, оценим, так сказать, творчество. Рассказывайте, кто это был? Студия эстрадного вокала «Модос», наши вокалисты. Я знаю, что они участвуют очень часто в международных конкурсах и часто привозят награды. Вы знаете, все наши коллективы, безусловно, участвуют в разнообразных конкурсах и все всегда пополняют копилку Дворца культуры и железнодорожников своими наградами. Практически все наши коллективы всегда становятся лауреатами международных, всероссийских конкурсов. То есть они все огромные молодцы, они просто безумно талантливые. Да, вот у этих ребят это было не первое выступление, но у нас занимаются и малыши от трех лет, и даже они вчера были на сцене. И они, конечно, наверное, волновались не так сильно, потому что они не очень понимают сейчас в этом возрасте. Просто получают от этого удовольствие. Выглядели они очень мило, и на самом деле мы очень рады приветствовать в нашем Дворце культуры детишек от трех лет. И не только детишек, и каждый человек до 80 лет может прийти к нам и заниматься, развиваться, петь, танцевать, и что угодно, чтобы по душе найти себе. То есть если в 79 вдруг кто-то почувствует страсть к танцам, то может к вам прийти. Добро пожаловать в Дворец культуры железнодорожников на станции Краснодара. Расскажите вот о самых, скажем, титулованных коллективах, которые, собственно, и завоевали любовь зрителей. Да, у нас есть такие коллективы, их достаточно много. Например, Народный ансамбль бального танца «Годы». Вот как раз-таки туда могут прийти люди, уже которым и за 50, вот, то есть заниматься хореографией. Ну, многие, я знаю, как раз-таки являются ветеранами Великой Отечественной войны, участники этого коллектива. Да, да. Вот. Также из наших популярных коллективов можно выделить Народную цирковую студию «Единство». Там тоже безумно талантливые ребята, которые творят поистине цирковые шедевры нереальные какие-то. Тоже постоянные лауреаты различных конкурсов. А в Росцовая школа современного танца «Дарт», вернемся к хореографии. Это современная хореография. Да, это современная мощная хореография. И знаю, что вот как раз-таки «Дарт» очень часто устраивает мастер-классы для своих воспитанников. Да, это, собственно, ведущие хореографы, танцовщики не только России, но и мира. Да, очень часто руководитель Людмила Деренко приглашает различных хореографов со всей страны. И не только со всей страны, но и даже и мировых, скажем так. И тем самым они постоянно повышают свое профессиональное мастерство. Да, и еще хочется добавить, что подобные концерты – это такие, можно сказать, отчетные вечера, которые дают не только нашим артистам, но и нашим зрителям, которых вчера было очень много, полный зал, дают возможность понять, что можно жить ярко, красиво и очень интересно. И вот вчерашнее мероприятие было бесплатным для всех желающих. Многие могли прийти и посмотреть на действительно талантливых и титулованных артистов. То есть приобщиться к искусству может каждый? Конечно, да. И часто у вас происходят вот такие вот открытые, скажем, мероприятия? Да, достаточно часто. У нас ежегодно проходит День открытых дверей, где мы как раз-таки представляем все наши творческие коллективы. И абсолютно любой участник в возрасте от трех, повторимся, до 80 лет, может прийти. Еще хочу вернуться к коллективам, не всех озвучила. Давайте, рассказывайте. Да, также у нас на территории Дворца культуры занимается детский образцовый хореографический ансамбль «Дружба». Это тоже такой достаточно важный для нас коллектив, который всегда на любом концерте выступит, покажет мастерство. У них тоже и малыши, и постарше детки танцуют. А направление какое? У них разножанровое направление. И современный танец, и русско-народные танцы они танцуют. Ну, у них как бы в основном классика. Народный ансамбль бального танца «Ритм». Это тоже потрясающий, фееричный коллектив. Там ребята зажигают, это бальные танцы. Они тоже вчера принимали участие в нашем концерте. Да, когда на них смотришь, невозможно устоять и усидеть на месте. Пуститься в пляс хочется. Идти в пляс вместе с ними. Или, по крайней мере, хотя бы хоть чуть-чуть научиться, так же, как они. Конечно, это занимает огромное количество времени. Наши ребята очень стараются. Ну, и вы сами знаете, что это дает свои плоды. Вот такой важный момент. Допустим, родители захотели отдать ребенка на вокал или хореографию. Какие-то у вас проходят отборы? То есть вы всех берете? Или вообще шанс есть у каждого? Конечно. Абсолютно у каждого есть шанс. Мы принимаем абсолютно всех ребят. Поэтому, повторю, добро пожаловать. Если у кого-то возникла мысль, можно прийти на пробное занятие. То есть наши руководители подробно расскажут обо всем, покажут все. И смотивируют, конечно же. И получается, что все участники, которые входят в этот коллектив, они получают возможность выступить на огромной площадке ДКЖД. Да, это огромное преимущество как раз-таки нашего коллектива Дворца культуры. То, что очень часто наши коллективы участвуют в открытых таких концертах, на больших площадках, на больших сценах. Да, потому что такие подобные показательные выступления, они же дают опыт. А большой опыт выступления перед живой аудиторией, это и психологически... Необходимо каждому артисту. Да, да, это очень важно. Очень часто наши коллективы выезжают в другие города. То есть в городе Сочи вот недавно проходило два фестиваля, достаточно крупных. И наши коллективы принимали там участие. Ну что ж, ребят, спасибо огромное. Пожелаю вашим артистам новых побед и новых титулов. А мы с вами встретимся обязательно на 100-летний юбилей. Спасибо большое. Такими были новости культуры. Оставайтесь на Кубань-24.